Очередная распаковка с интернет-магазинов Китая посылочек. Сегодня у нас очередная посылка с Алиэкспресс от интернет-магазина Tronsmart Official Store. Огромное спасибо им за предоставленный обзор товар. И здесь у нас находится вторая версия колонки. То есть у нас на прошлом обзоре была версия Т4. Здесь у нас находится немножко другая версия. То есть это версия Т2. Т2. Давайте поглядим, чем же она отличается, чем она лучше, чем она хуже. Посылка пришла ровно за две недели с Алиэкспресса. Как вы видите, товар упакован очень хорошо, никаких претензий. Так, давайте поглядим. Данная колонка у нас уже, так скажем, потяжелее. То есть весит она заметно тяжелее. То же самое написано Stereo Sound, Water Resist, MicroSD. Кстати, по поводу MicroSD, в прошлой вот этой колоночке я так и не увидел, где она вставляется. То есть здесь у нас только USB. А, то есть я допустил ошибку. Вот здесь у нас снизу располагается разъем MicroSD. То есть можно использовать без смартфона вашу колоночку. Итак, давайте поглядим. Оставим это здесь. Поглядим, чем же отличается версия Т2 от версии Т4. Все-таки упаковка немного более крупная, немного более увесистая. И по ценам они чуть-чуть отличаются. Давайте глядеть. Так, версия Bluetooth 4.2. Здесь написано Water Resist и, короче говоря, совместима с плохой погодой. Встроенная батарейка до 12 часов Playtime. На минуточку саппорт флага. То есть поддерживает флаг. Это для меня удивительно. 3,5-миллиметровый джек. Это интересно. Давайте поглядим. Что ж, это у нас версия Т2. Упаковка, в принципе, точно такая же на магнитиках. Коробочка вот такая подарочная. Не жалко ее прям кому-нибудь подарить. Давайте пробежимся по комплектации. Это на минуточку уже другая колоночка. Так, кабели AUX. AUX. Которые 3,5-3,5. Micro USB-USB. Веревочка. Шнурочек паракордовый. Выглядит прикольно. Обыкновенный шнурок от Берец. Карабинчик. То есть здесь карабинчик точно такой же из металла, только черного цвета. Цвет колонки, видимо, он производится. И сама колонка. То есть точно так же здесь user manual, только в одном экземпляре. Но колонка зато не упакована в пенистом материале. Давайте поглядим, что же она из себя представляет. Ну, она реально увесистая. Вау. О, вау. О, вау. Снизу резиновые ножки. Сверху обильное количество кнопок. Я давно такого количества кнопок не видел на Bluetooth-колонках. Точно такой же зажим под веревочку или карабинчик. Здесь у нас что? Микрофон, индикатор Bluetooth, включение Bluetooth, play-pause, прибавить-убавить. Здесь у нас тоже какая-то резина пластиковая фиговина. Здесь, видимо, динамики с двух сторон, что ли. Она очень тяжелая. Она реально прям, как, наверное, вот этих штук 5 висит. Так, с нижней части написано 5 вольт 1 ампер, 2 по 5 ватт. То есть, действительно, значит, получается у нас здесь динамик и здесь динамик. Designed by Tronsmart. Кто не знает, Tronsmart – это компания, которая выпускала одно время очень хорошие зарядники, кабели, Bluetooth-колонки и прочую такую периферийную аксессуарную тематику. Так, AUX, microSD и... Здесь уже более такая крутая заглушка, просто так не откроется. Имеем слот под microSD-карточку, microUSB и 3,5-мм порт. Следовательно, вот так она закрывается и случайно уже она вот не откроется. Обе колонки якобы противоударные. Корпус soft-touch, но вот смотрите, здесь вот я ее просто открыл случайно. То есть, даже если ее, наверное, сильно уронить или потрясти, она откроется. Давайте включим, поглядим. Так, Tronsmart. Тун-дун. У этой колонки тоже вибрация. Что у этой колонки, что у этой, какой-то внутри вибромоторчик, видимо, стоит. Она прям в руках такая, когда ты ее включаешь. Я не знаю, как это передать. Давайте поставим ее. Найдем наше Bluetooth-устройство при помощи, конечно же, моего Samsung Galaxy Note 7. Так, Tronsmart Element T2 у нас должно называться устройство. Ну, давай. Вот он. T2. Подключено. Точно такой же мягенький звук про подключено. Так, плюс. Минус. Здесь непонятно, каким оно подключено. Play, pause. Музыки на телефоне у меня нет, поэтому не могу управлять. Bluetooth можно выключить, судя по всему. Давайте включим, опять-таки, нашу травму. И послушаем. Йоу! Вот это звуча. Это у нас максимальная громкость. Давайте-ка прибавим. Прям, знаете, очень. И тоже здесь прорезиненные ножки, которые позволяют двигать табуретку. Вот так одним пальцем. То есть она впивается. Она просто впивается. Очень громкая колонка. Давайте перемотаем немножко. На максимальных, конечно, слышно подбёрдывание. Когда стоит. Когда в руках нет никакого подбёрдывания. Звук идёт реально с двух сторон. Отсюда идёт звук. И отсюда идёт звук. Смотрите. Закрыл. Я вот так, допустим, положу. Вы видите, какие басы. То есть басит, она дает здоровье, конечно. Закрыл с этой стороны. Звук идёт. Закрыл с этой стороны. Звук идёт. Реально, динамиков, следовательно, у нас здесь несколько. Басит очень здорово. Ну и... Давайте упавим на одну единичку громкость. Басы, конечно, здорово с ним. Давайте поставим стаканчик с водой. Стаканчик с водой даже норовит упасть. Насколько громкая эта колонка. Ну, вы видите, да? И точно так же она у нас IP67-68. То есть защита там от брызг, от влаги. То есть можно немножечко, допустим, даже полить. Ничего ей не будет. Прямо во все стороны мы видим, как разбрызгивается водичка. Аж вот так. Аж до пены взбивается. Не могу понять, как она делает эффект стерео. Но басит она очень круто. Вот так. Давайте еще немножечко перемотаем. От воды она уползает. Что я могу, в принципе-то сказать по этим двум колонкам? Это определенно одна из крутейших защищенных колонок, которую я когда-либо держал в своих руках. У нее хороший дизайн. Звук прекрасный идет с двух сторон. Я не понимаю, как здесь устроено все. У нее выход под микро, во-первых, SD-шку. Во-вторых, у нее AUX-вход. То есть можно подключить к любому устройству, не тратя Bluetooth. В-третьих, у нее кнопка Bluetooth, которая позволит вам выключить, допустим, этот Bluetooth. Вот мы выключили его, я так понимаю, или чего. Короче, разные режимы. И можно, собственно, управлять непосредственно музыкой. Звук такой, как эхолокатор какой-то. Давайте выключим это добро. Во-первых, обе колонки стоят недорого. За свое качество, за свои возможности они стоят недорого. Во-вторых, обе колонки поставляются в красивой коробочке. С нормальной комплектацией. Единственное, я бы еще в комплектацию чехольчик бы положил, допустим. Люди очень любят чехольчик. В принципе, как бы вы слышали все сами. Надеюсь, звук передался без искажений. Пока это мой фаворит. Я ее брошу в рюкзак, и пусть она у меня там обитает. Музычка с нее хорошо играет. Если она реально 12 часов отыграет. Обе колонки защищены от пыли, влаги, грязи, от чего угодно. От дождя, от бросков. То есть, вы можете прям бросать их, и ничего им не будет. И я думаю, это круто. С вами был Александр Мординский. Проявляйте активность. Всем удачи и пока. И огромное спасибо интернет-магазину TromSmart за предоставленные на обзор устройства. Ссылочки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok